Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы постараемся рассказать вам о самых интересных событиях минувшей недели. Стоит отметить, что мы почему-то привыкли снимать выставки работ какого-то одного автора. А вот в художественном салоне на Старом Перекрестке к очередной выставке подошли, как всегда, с фантазией. На этот раз мы увидим работы сразу 15 художников, объединенные одной темой. Попасть в лето среди зимы – настоящее чудо. Однако такое волшебное погружение в атмосферу тепла, в буйство красок вполне возможно. Для этого стоит всего лишь открыть заветную дверцу и войти в один из самых антуражных выставочных залов нашего города. Время зимнее, и время зимнее очень надоедает. Несколько депрессивное время. И как раз в это время приятно вспомнить о лете, о весне и прочих замечательных вещах. Что касается эстетики, конечно же, вечная тема на этой выставке отражена. С древнейших времен в особо важных и торжественных случаях цветами принято встречать и провожать. Цветы сопровождали войны и пиршества, служили украшением алтарей, были охранителями домашнего очага. Практически с каждым цветком связано много легенд, исторических преданий. Цветы наделяются особым смыслом, магическими и приворотными свойствами. Каждый цветок приобретает собственную символику. Не мудрено, что тема цветов является вечной в творчестве художников разных стран и времен. Замысел такой был, что чем ярче, наряднее, тем, наверное, лучше. Хотя вот у меня тут есть два листа графики, которые отличаются некоторой сдержанностью цвета. Тем не менее, вот, общение с растением, с цветами, пока художник работает над этой темой, ему самому всегда очень приятно, это переходит в работа. Собрать картины разных авторов, объединенные одним мотивом, оказалось делом несложным. Я имею определенное представление, чем занимаются определенные художники, скажем так. Поэтому пригласила тех, кто интересуется темой вот именно цветы. Конечно, это далеко не все, кто интересуется цветами, но, по крайней мере, это очень активные художники, которые всегда охотно идут на предложение организовать выставку. Живописная эстетика экспонатов этой выставки буквально заставляет забыться и оставить за дверью все проблемы. Прикоснуться к прекрасному и оказаться посреди цветущих садов рязанцы смогут до конца марта. Если кто-то еще не знает, мы сообщаем, 2015 год объявлен Годом Литературы. Наверное, именно поэтому первая выставка, которая открывается в этом году в Рязанском Кремле, посвящена жизни и творчеству поэтов, писателей и драматургов, которые так или иначе были связаны с нашим городом. Если спросить у рязанцев о писателях, чья жизнь или творчество были связаны с нашим краем, то, скорее всего, они назовут всего лишь одно – всем известное имя великого поэта Сергея Есенина. Однако в Рязани и ее окрестностях в разные годы рождались, жили и творили многие писатели, внесшие свой вклад в литературное наследие нашей страны. Вот как раз о них и решили вспомнить Год Литературы в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и открыли небольшую выставку под названием «Рязань и литературная». Кого принято считать рязанским писателем? Тут могут быть разные мнения. Тот, кто родился в Рязани или в Рязанской области, тот, кто непосредственно был связан с Рязанской землей долгое время, но родился не здесь, и тот, который писал много о Рязанской земле. Все они тоже, скажем так, имеют отношение к Рязани. Поэтому мы взяли такое название – Рязань литературная. Экспонаты этой выставки рассказывают о писателях, чьи имена нам, несомненно, знакомы. Другое дело, что не все знают об их связи с Рязанской землей. Так, например, Алексей Новиков-Прибой родился в селе Матвеевское Сасовского района. На выставке представлены его личные вещи, фотографии, а также книга с дарственной надписью Рязанскому областному краеведческому музею, сделанной рукой автора. Также экспозиции рассказывают о таких известных писателях, как Аркадий Гайдар, Константин Паустовский, Рувим Фрейрман. Все они происходят из разных мест, но на протяжении долгого времени они посещали Мещерский край, где обдумывали и писали свои произведения. Кстати, здесь вы сможете увидеть стол, за которым в 1939 году в Солоче работал Аркадий Гайдар. Рассказывает выставка и о менее известных именах, которые, пожалуй, помнят только специалисты в области литературы. Одно из них – имя Вениамина Кисина, который начал свою поэтическую деятельность в революционные годы и подавал большие надежды. Но, к сожалению, жизнь его была неожиданно прервана. Он был убит пулей на Московской улице в перестрелке милиции с бандитами. Ему было всего 24 года. Он только начинал свою поэтическую карьеру. Он находился в состоянии поиска, своего стиля, своего пера. И то, что немного от него осталось, мы тоже представляем здесь на выставке. Тем более, что в нем усматривали все-таки определенные таланты и способности. Так как он умер слишком рано, то как-то о нем и не вспоминают в большинстве случаев. Хотя, конечно, при желании о нем можно найти информацию. Но она обычно очень краткая. На выставке представлены его фотографии и портрет, свидетельства о том, что он с отличием окончил мужскую гимназию. А также один из самых интересных экспонатов выставки – рукописный журнал «Полишенель», в котором поэт участвовал вместе со своим братом Борисом Кисиным, писателем, поэтом и художником. Кстати, этот журнал можно рассмотреть детально, постранично, при помощи электронного киоска. Это все-таки вещь такая своего рода, может быть, и не такая уж красивая и красочная, но уникальная. Потому что рукописный журнал, как правило, конечно. Наверное, если было несколько экземпляров, то весьма немного. На последней странице этого журнала была такая колонка и просто просьба, кто читал этот журнал, просьба расписаться. И там подписи. Значит, возможно, он вообще единственным экземпляром существовал. Еще один писатель, о котором рассказывает экспозиция – Владимир Ерохин. Ведь он был заведующим отделом истории этого музея, который в то время назывался краеведческим. Более того, в 50-е годы Владимир Ерохин был его директором. Работал в основном над краеведческой тематикой. Известная его небольшая книжечка повести «Эвпатия Калавратия», «Путешествие Дементия Цикулина», знаменитого крепостного крестьянина, который добрался аж до Индии и так далее. Вот здесь на выставке представлен его живописный портрет. Еще о многих именах, известных и не очень, любознательные рязанцы смогут узнать на выставке «Рязань литературная», которая будет работать во дворце Олега до начала апреля. Организаторы надеются, что посетители выставки откроют для себя новые имена, заинтересуются ими и, возможно, захотят более полно ознакомиться с биографией писателей, чье творчество связано с рязанской землей. Спешим сообщить, в Рязанском цирке стартует новая программа. Конечно же, украшением любого представления являются животные. На этот раз рязанцам повезло, они смогут увидеть северных морских львов. Рок-н-ролл морских животных. Уже по названию программы можно понять, что Рязань ждет череда удивительных представлений. Ну а убедиться в этом можно было на премьере, которая состоялась 25 января. Свободных мест практически не было, а каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Уже первый номер гимнастов «Гвоздецких» погрузил зрителей в атмосферу сказки. А невероятные пируэты в воздухе заставили и детей, и взрослых затаить дыхание. И это было только начало. Дальше зрители развлекали кошки, собаки и обезьяны-акробаты. Прожали своим искусством велофигуристы, и, конечно же, всех заставлял от души смеяться клоунский дуэт. Отец и сын Сергей Просвернин-старший и Сергей Просвернин-младший в своем деле настоящие виртуозы. Кажется, они умеют все на свете. И играть на музыкальных инструментах, и петь, и даже бить чечетку. Но самое главное, они умеют веселить публику. В Рязани отец и сын уже бывали. С тех пор в их номерах появилось много нового. Но и от тех сценок, над которыми рязанцы, возможно, уже смеялись, они не отказались. В музыкальный номер мы его работали года, наверное, три назад здесь. Это наша коронка, наш конек. Но тоже в зависимости от времени мы меняем какие-то, я переписываю, партитуры. Но очи черные мы никогда не меняем, потому что это классика, она всегда звучит, все ее знают. Поэтому чечетку танец иногда меняем, иногда не меняем. Но все зависит от настроения, от публики. Сложно что-то изменить, когда в зале три человека. А Рязань цирк любит, поэтому надеемся, что и в следующий спектакль будет все замечательно. Одно из отличий этой цирковой программы от традиционной в том, что труп поработает не на манеже, а на стеклянном полу, что придает представлению особый лоск. Но главное, конечно же, это артисты, которые заставляют зрителей смеяться и удивляться. Наверное, клоуны больше всего понравились, и морские животные. Цирк очень яркий, запоминающийся, ребенку очень понравилось. Нам, как взрослым, уже понравились клоуны. Настолько ярких, разносторонних, все знающих, да все умеющих. И чечетка, и барабаны, ну, очень замечательно. Мне больше всего понравились, это как велосипедисты ездили и показывали разные трюки. Воздущий гимнаст был очень красивый. Ну, а венчает эту удивительную программу аттракцион самого молодого артиста Росгосцирка Василия Тимченко. Победителя международных фестивалей и, кстати, единственного в мире дрессировщика северных морских львов. Его родители, заслуженные артисты России, занимались дрессурой этих животных более 30 лет. Ну, а теперь Василий продолжает их дело. Правда, уже по-своему. Ну, я не стал работать с работой, с номером, с которым выступали мои родители. Я создал новый, современный, интересный по мне. Ну, если зрителям нравится, я тоже буду рад. Номер с уникальными трюками. Трюки я придумал, которые в мире никто не делает. Очень сложные, интересные. Самые большие и самые опасные ластоногие животные в мире на арене выполняют абсолютно невероятные трюки. Играют в мяч, крутят обручи, поднимаются по лесенке и даже танцуют. Кстати, иногда, как признается сам дрессировщик, они делают не совсем то, чему он их учит. Ну, например, как этот малыш Оскар. В моих взглядах танец должен был быть абсолютно другой. Я даже не представлял, что так возможно. Но он показал мне, что можно вот так. Это подкрепилось, и сегодня он это показывает. Оскар родился в группе Василия Тимченко два года назад. Для дрессировщика он стал сюрпризом, радостью и главной наградой. Ведь эти животные занесены в Красную книгу, а факт появления новой особи говорит об идеальных условиях их содержания. Программа «Рок-н-ролл морских животных» станет заключительной программой сезона в Рязанском цирке. Гостить в нашем городе артисты будут до 23 февраля. Так что спешите своими глазами увидеть настоящее цирковое искусство. Ну а любителям музыки мы спешим напомнить, что 7 февраля в нашем городе состоится необычный концерт. Жителям нашего города выпадет возможность услышать известные арии под аккомпанемент рок-музыкантов. То, что академический вокал оперных певцов прекрасно сочетается с рок-музыкой, ни для кого не секрет. Между тем, услышать исполнение классических арий из известных хоперов в сопровождении мощного аккомпанемента электрогитар – возможность уникальная. И такая возможность выпала рязанским музыкальным гурманам. Это уникальное такое явление, по крайней мере в России, чтобы солисты Большого театра исполняли классические арии в сопровождении рок-группы. Я когда услышал про это, думаю, ну интересно, наверное, что-то. Потом, когда увидел видео, я просто обалдел с того, как это выглядит, потому что это слушается настоящий рок, но при этом такой рок, которого никто еще не слышал. Я это называю рок для любителей оперы или опера для любителей рока. Музыкальный проект «Рок и опера», проект, в котором лучшие оперные голоса исполняют арии из популярных опер «Рок образцы». Услышать арии самых знаменитых опер в необычной обработке рязанцы смогут уже 7 февраля в Муниципальном культурном центре. На этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова